Для начала так обозначу основные темы своего выступления или проблемы, на которые хочу обратить внимание, в литовской исторической науке последние 20-25 лет особенно большое внимание привлекала проблема исследования отношения Великого княжества Литовского к проекту УНИ. То есть это примерно период 1562-1669. Вторая проблема, которая привлекала внимание, это какова была сущность новообразованного союзного государства Польши и Литвы. И третья, как развивалась государственность Великого княжества Литовского после УНИ в Люблине. И четвертое, отношение шляхетского общества Литвы к союзу с Польшей и проблема существования политического народа Великого княжества Литовского в послелюбинском периоде. Тут уже профессор Закшевский обратил внимание на проблематику существования политического народа Речи Посполитой. Так вот, с точки зрения, как бы, с перспективы литовской проблемы есть. Существовала в послелюбинском периоде политический народ Великого княжества Литовского, то есть понаправленное гражданское шляхетское общество, которое идентифицировалось прежде всего с Великим княжеством Литовским как своим государством. И пятая проблема – это какова основная… То есть пятый пункт моего выступления. Какова основная оценка Люблинской унии в литовской историографии современной? И шестой пункт – это перспективные для научного исследования темы, связанные с унией. То есть перехожу к первому пункту своего выступления – литовские исследования отношения Великого княжества Литовского к проекту унии. Как уже отмечал, исходная точка тут – 1562 год, то есть так называемая конфедерация Витебская, где, можно сказать, сбунтовалось войско литовское и потребовало укрепления союза с Польшей. Тут можно говорить о полемике с точки зрения уже существующей в польской историографии с XIX века, которая в упрощенном виде можно было бы охарактеризовать так, что шляхта стремилась к унии, государство, элита или вот веньможи противились к проекту. И еще и третий пункт, что вот эти провинции, как Подлящая, Волынь и Восточная Подоля, тоже были более благословны к унии, чем остальная территория Великого княжества Литовска. После углубленного, можно сказать, исследования этой проблематики выработалась немножко иная точка зрения. В принципе, не отрицая всяких нюансов в отношении к унии, но можно подытожить, что литовская историография пришла к таким выводам, что в основном не было сил общественных в Великом княжестве Литовском, которые бы в принципе отрицали необходимость унии. И та позиция Великого княжества Литовского сводилась к таким трем пунктам. То есть все слои стремились сохранить единого монарха. А проблема была в том, что было очевидно, что кончается династия правящая Литовска. Все слои, и особенно вот шляхта, стремились к усилению военного союза. То есть была потребность ввиду Львовской войны с московским государством эффективной военной помощи со стороны Королевства Польского. И уже тут совместными можно говорить усилиями и украинских историков, и белорусских, и польских, и литовских тоже произошли некоторые коррекции в оценке позиций шляхты Подлящия, Волыня и Подоля. То есть даже и в ситуации 1569 года, когда сам акт Уни уже принимался, видно, что не было там такого большого разногласия с основными разногласия шляхты этих провинций, особенности южных, украинских, в отношении Уни. То есть точка зрения, что либо там была шляхта безразличная, либо склонялась к королевству польскому. В общем-то, ну, есть и противодечащие такой установке источники. Ну и еще один пункт, который связывает все различные подходы к Уни с короной польской, в Литве, была такая точка, что необходимо, все же необходимо сохранить государственность великого княжества Литовского, даже если это будет в урезанном виде, и после Уни. То есть, несмотря на все нюансы, стремление сохранить государственность объединяло и шляхту, и вельможев, и все остальные слои. И тоже больших разногласий, различий в провинциях великого княжества, за исключением, может быть, подлящья, в этом отношении не было. Еще один спорный вопрос, которым занималась историография Литовская, это оценка сущности государства великого княжества Литовского, или какова была сущность новообразованного союзного государства Польши и Литвы. Это тоже, в некотором образом, можно оценить как реакцию на популярные в польской историографии тезис о федеративной сущности Речи Посполитой. Тут надо сразу сказать, что эта терминология, федерация, конфедерация, они не существовали в современном смысле в XVI веке, и потому вообще есть проблем... Можно дискутировать, есть ли вообще смысл переносить вот эти понятия на XVI век, но это очень стало популярным и в популярных кругах, но также и в научных. И потому как бы, но все равно надо реагировать науке, литовской науке на вот такую характеристику. И некоторые историки, конечно, переняли, переняли вот эту терминологию, что вот в сущность была федеративной, но есть как бы внутреннее сопротивление даже у этой части историков, но с федерацией, но с элементами конфедерации. Но если так обобщить подход литовской науки, то более склоняется к характеристике Речи Посполитой как по существу конфедеративного государства. И еще другой момент, уже отходя от вот этой как бы правовой оценки к реальной оценке или силе каждой составляющей стороны Речи Посполитой, в принципе, все признают в Литве, что основным, более влиятельным членом Речи Посполитой была корона польская. И одной из целью шляхты Великого княжества было в этих условиях все равно сохранять самостоятельность Великого княжества литовского. И к усилению равноправия, то есть дуализма Великого княжества литовского. А тут не всегда как бы было легко в этом отношении, потому что одно дело там буква закона, другое дело позиция шляхты короны, которая стремилась все же к дминированию. И тут все-таки правовое устройство и существование такого нехорошего элемента, как Либер-Мвета, все же Литве очень помогало блокировать все вот такие попытки ущемления, можно так сказать, суверенитета Великого княжества литовского. Ну и тут уже от Либер-Мвета перехожу к третьему пункту, то есть третий проблемный вопрос исследований. Это как развивалась государственность Великого княжества литовского после унии в Люблине. И в принципе позиция всегда, литовская историография была такой, что Великое княжество литовское в условиях унии не лишилось своей государственности до самого конца существования Речи Посполитой, то есть до конца 18 века, 1795 года. Несмотря на все изменения и правовые, и политические, и другие. И оценивая ситуацию Великого княжества, можно так сказать, что уния была принята не в такой форме, в какой желала шляхта Великого княжества. И потом можно проследить некоторые такие этапы, то есть попытки, так называемой, коррекции унии, изменения условий в сторону позиции Великого княжества, то есть приближая реальную жизнь к тем требованиям или пожеланиям шляхты литовской, которые она выражала накануне унии в Люблине. И в первом этапе, который можно так окончить годом 1588, то есть первые 20 лет существования, в основном это было... Все реальные коррекции взаимоотношений происходили в основном по мысли в интересах Великого княжества. И уже не так очевидно это было, прослеживаясь до половины 17 века, но в основном можно сказать, что еще тоже этот паритет и дуалистичное начало Речи Посполитой усиливалось. А после можно уже как бы констатировать изменение реального веса или ослабление Великого княжества литовского, но в этот период уже Люблинская уния стала гарантом существования Великого княжества литовского. То есть легально изменить, отменить Люблинскую унию было невозможно, и шляхта уже, шляхта Великого княжества литовского, пытаясь сохранить государство Великого княжества литовского, уже могла использовать унию Люблина как гарантию существования Великого княжества. То есть, в принципе, это еще один позитивный элемент унии для литовской государственности. Но отношение политического народа или проблема существования политического народа Великого княжества литовского позиция наша сводится к тому, что в основном не утратила шляхта своей привязанности, идентификации с Великим княжеством и такое образование, как политический народ Великого княжества литовского продолжал существовать. Хотя тут надо сразу сказать, что тема очень скользкая, и поскольку тут самосознание изучается, то есть соблазн всегда у исследователя под свой тезис подгонять материал, которого и для одного вывода достаточно, и для другого. Ну и еще тут уже можно констатировать, что есть еще и такие нюансы в изучении правовой ситуации Речи Посполитой, устройства имею в виду, о которых тут тоже можно вспомнить, присоединялись к короне в Люблине не только Великого княжества литовского, но и новообретенные земли, Львония, Курляндия. И изменился статус, то есть это обоюдная провинция, то есть под контролем и короны, и Великого княжества. И тут, например, очень редко поднимается такой вопрос, как а какая разница в статусе между двумя властными княжествами, прусским и курлянским, например. И практически не обсуждается вопрос, но если так углубиться, то все же княжество Пруссии связано с короной, если смотреть в правовом отношении. А Курляндия под двойной опекой Литвы и Польши, а реальная разница, возможно, могла быть только после исчезновения правящих династий. То есть кому впоследствии могли быть присоединены княжества. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, я предоставляю слово заведующему кафедрой Белорусского государственного университета Владимиру Алексеевичу Подолинскому. Подолинскому. Подолинскому, прошу прощения. Вы объявили. Да. Уважаемые коллеги, тема моего доклада следующая цитата. «И выступил с речью довольно честной и горестной. Индивидуальное измерение Люблинского сейма 1569 года». Люблинский сейм 1569 года стал знаковым событием в социально-политической истории короны польской, Великого княжества литовского. И уже не одно десятилетие идут горячие споры, дискуссии между историками разных стран о причинах, условиях, результатах унии, заключенной 1 июля 1569 года. Правда, в первую очередь и сам Люблинский сейм, и в целом уния изучались в контексте масштабных политических процессов в короне, Великом княжестве или же во всем регионе Центрально-Восточной Европы. И я тут хотел бы отметить, что современная белорусская историография исследует фактически те же проблемы, о которых говорил только что уважаемый коллега доктор Гинталтас Слицарюнос, особенно вопросы суверенитета и государственности Великого княжества литовского после унии, вопросы проблемы существования политического народа Великого княжества и так далее. Однако надо отметить, что на том же Люблинском сейме 1569 года шляхта представители Великого княжества литовского занимались не только решением вопросов общегосударственной важности, однако и решением собственных персональных проблем, вопросов, дел и так далее. И такие личные вопросы, такие личные дела были очень важными для повседневной жизни шляхты и являлись неотъемлемой частью тех социально-политических процессов, которые происходили в Великом княжестве во второй половине XVI века. И в своем докладе мы бы хотели обратить внимание как раз на те индивидуальные петиции, просьбы, которые представители Великого княжества литовского решали во время Люблинского сейма. И эти вопросы, как правило, относились к имущественным вопросам, делам, однако в этих проблемах очень четко отразились те важнейшие социально-политические процессы, которые происходили в Великом княжестве литовском в то время, а именно проведение аграрной реформы, собственно заключение унии с Польшей, ну и, конечно, боевые действия во время Ливонской войны. Ну, например, на Сейме очень часто рассматривались вопросы, связанные с отчуждением у шляхты недвижимого имущества во время проведения так называемой волочной померы аграрной реформы. И надо подчеркнуть, что эта аграрная реформа середины XVI века, она очень болезненно отразилась на жизни простой, средней шляхты, потому что во время измерения и перераспределения земельных участков простая шляхта часто теряла свои земли в пользу государственных владений и потом очень долго пыталась добиться справедливой компенсации замены этих земель. И на том же Сейме в Люблине рассматривались довольно на такие серьезные вопросы, связанные с компенсацией земель братьям Сапегом Богдану и Дмитрию в Троцком повете, братьям Гречинам в Пинском повете. И, что важно, такие вопросы поднимались не только отдельными шляхтичами, послами отдельных поветов, уездов, но и всей делегацией Великого княжества на Сейме. И за некоторых из этих людей ходатайствовала вся делегация, в том числе сенаторы и земские послы. И вот на том же Люблинском Сейме и позднее Верховная власть непосредственно сталкивалась со значительным недовольством, которое было вызвано проведением аграрной реформы, эти негативные настроения транслировались через земских послов, которые на местах хорошо знали, а иногда лично сталкивались с масштабом нарушений при проведении реформы. И королевская власть вынуждена была на Сейме решать эти вопросы и показывать как минимум формально уважительное отношение к шляхетским правам на земельную собственность. И как раз Вальный Сейм был тем форумом, тем местом, где простой шляхтищ мог защитить свои права, в том числе важнейший для повседневной жизни право земельной собственности. И довольно ярким, показательным примером, который дает очень интересные данные о социальных отношениях в Великом княжестве, может служить дело великомирского посла Николая Кончи, который на Сейме в Люблине судился с Виленским воеводом, правда заочно, Виленским воеводой и канцлером Николаем Радивиллом Рыжим. Суть этого дела, если коротко, Николай Кончо, будучи клиентом предыдущего Виленского воевода Николая Радивилла Черного, получил землю, сельцо в Виленском повете. Однако после смерти Николая Радивилла Черного, Николай Радивилл Рыжий. Следующий воевода Виленский непонятно по каким причинам забрал это село у Николая Кончи и не допустил его во владение. И, что интересно, Николай Кончо в результате вынужден был поменять патрона, сблизился с довольно известным деятелем Великого княжества Литовского Астафеем Воловичем и при его помощи и при помощи земских послов на Сейме в Люблине добился решения от Сигизмунда Августа, которое возвращало ему этот спорный майонток, это владение. И вот этот пример показывает, что в Навальном Сейме при поддержке земских послов, некоторых сенаторов, непосредственно обращаясь к монарху, простой шляхтич, мелкий, будем так, дробный шляхтич, смог выиграть дело у одного из самых крупных и влиятельных магнатов Великого княжества Литовского. Безусловно, еще одним важным событием, которое оказывало определяющее влияние на социально-политическую жизнь Великого княжества Литовского в 60-е годы, года 16 века, была Ливонская война. И на Сейме, я уже не буду тут углубляться, рассматривалось довольно много вопросов, связанных с компенсацией тех расходов, которые высшая часть политического народа Великого княжества понесла на ведение этой войны. Я только подчеркну один пример, насколько в жизни отдельных шляхтичей вот эта Ливонская война имела драматическое значение и часто индивидуальные судьбы таких людей, они очень показательны для выявления системы ценностей, мотивов социального поведения шляхетского сообщества, Великого княжества Литовского. И вот такие личные просьбы, о которых сейчас скажем, становились актуальными для всего политического народа, уже не только Великого княжества Литовского, но и короны польской после заключения унии. В августе 1569 года земские послы Польши и Великого княжества солидарно выступили с ходатайством о решении персональных проблем двух шляхтичев Великого княжества, а именно Лукаша Горобурды и Мартина Островицкого, которые незадолго до начала Люблинского сейма, вернулись из московского плена, один был захвачен в Полоцке в 1963 году, второй в Азерищах в 1964 году. И вот, вернувшись из плена, приехав на сейм в Люблине, они и обратились к посольской избе вот с этой честной и горестной речью, в которой рассказали о всех проблемах, которые они пережили в плену, подчеркивая, что их неоднократно пытались склонить к тому, чтобы они признали власть великого князя московского Ивана IV, однако они подчеркивали, что от этого предательства их удержало благородство и вера в то, что с Божьей помощью они смогут все-таки вырваться из рук неприятеля. Однако их очень расстроило то, что, вернувшись в великое княжество, они ничего не смогли получить от монарха, зато в то же время, как они отмечали, предатели, которые перешли на бок Сигизмунда Августа, тут обогатились. Ну, видно, в первую очередь это было обращение к таким деятелям, как Владимир Заболоцкий и Андрей Курбский. И Лукаш Горобурда и Мартин Островицкий, они просили земских послов, когда тайствует перед Сигизмундом Августом, об компенсации материальной, чтобы не только компенсировать свои потери, но и иметь возможность выкупить из плена своих жен и детей. И, конечно, и земские послы, и потом сенаторы однозначно поддержали эту просьбу, тем более, что для некоторых послов великого княжества вот этот вопрос имел и определенное семейное измерение. Один из послов Ашмянского повета, Насейн в Люблин, был как раз родным братом Мартина Островицкого, который приехал в Люблин с такой проблемой. И шляхтичи получили довольно значительные земельные пожалования до очищения своих земель. Ну и отмечу также, что некоторые другие вопросы, связанные с полоцкой шляхтой, с компенсацией полоцкой шляхты, рассматривались на семье в Люблине. И вот этот сюжет, а именно солидарная такая поддержка со стороны представительства и Польши, и Великого княжества, поддержка просьб шляхты, полоцкой шляхты показывают, насколько важны в системе ценностей шляхты Речи Посполитой, созданные Речи Посполитой, занимали такие понятия, как благородство, честь и верность Отечеству. И таким образом на вальном сейме шляхта Великого княжества Литовского могла довольно успешно решать свои индивидуальные вопросы, проблемы. И подобная возможность укрепляла авторитет института сейма, уже общего сейма в глазах политического народа Великого княжества, формировала отношение к сейму как важнейшему форуму, который защищал частные шляхетские права и свободы. И решая в том числе и такие индивидуальные вопросы, шляхта как коронная, так и великокняжеская понимала совпадение своих ценностей, своих каких-то нужд, свою взаимозависимость, что, конечно, в дальнейшем и активизировала процессы интеграции между различными частями Речи Посполитой. Вместе с тем, я уже тут немножко сокращу, на том же Люблинском сейме мы видим, что в решении частных вопросов могли проявляться и такие партикулярные противоречия между польской шляхтой и великокняжеской. Тоже довольно такая значительная была проблема. Троцкий кашталян Астафей Волович попытался вернуть с помощью посольской избытия владения на подляшье, которое у него Сигизмунтагус забрал за отказ принести присягу короне и королю после инкорпорации подляшья в состав короны польской. И тут, когда шляхта представителей великого княжества поддержали эту просьбу Астафея Воловича, то польское представительство, в первую очередь посол Краковского воеводства Станислав Шифронец однозначно не допустили решения этого вопроса, заявив, что возвращение нескольких владений может затем привести к тому, что великое княжество потребует возвращения уже всего подляшья себе. И так что вот даже в таких мнимая угроза пересмотра каких-то решений Люблинского сейма не допустили солидарного выступления посольской избы за просьбой Астафея Воловича. Таким образом, я хотел бы подчеркнуть, что вот такое индивидуальное измерение как Люблинского сейма, так к самой Унии, исследование этих проблем, масштабных проблем через судьбу отдельного человека является также довольно перспективным, на мой взгляд, перспективным направлением исследования истории Унии вместе с теми направлениями, о которых говорили, еще будут говорить уважаемые коллеги. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.